очень многих знают что в руша шана человеку определяется заработок на весь год ну знаем то мы знаем но знаете как-то немножко как всегда чуть-чуть сомневаемся вот на самом деле так оно и есть представьте себе как потрясающий жил бы человек который был уверен что ему определен заработок на весь год он бы не переживал из-за каких-то неприятностей он бы не нервничал из-за там хороший у него партнер или какие-то друзья ничего об этого не было вообще вот как бы от человека часто зависит то как он будет жить в этом мире по одной простой причине потому что события мы на них не влияем вот этими событиями бог разговаривает с нами событиями нашей жизни а вот то как мы на них реагируем это наша диалога на наш ответ богу надо выбирать правильный тон в разговоре богу и когда хорошо и когда не очень хорошо никто не может прикоснуться к нашему был такой раб залманс глава и шивы нарвадокс и вот у него был особо бедненько жил у него кусочек хлеба с маслом его хозяйка отложила он пришел хозяйка говорит кошка съела ваше масло он говорит не может такого быть хозяйка обиделась лету как я своими глазами видела и ответил яраф он говорит надо понимать что ты видишь если кошка съела масло это было ее масло потому что мое масло нас есть не могла вот так смотрят на мир есть еще более положительный взгляд на мир был такой золотых дел мастер шлома он очень регулярно отделял десятину от всего что зарабатывал и вот у него большой очень убыток он сел в бухгалтерии посчитал и из этого убытка который высчитал выделил 10 процентов сказали ему домашние скажи пожалуйста выделяют с того что приходит в карман а не с того что нет в кармане он ответил наш отец яков сказал из всего что ты дашь мне отдам тебе десятину данный момент бог дал мне убыток я с него отдам десятину он не пошлет в следующий раз больше большой прибыли я сдам тоже с нее десятину поэтому вот оптимистический взгляд на жизнь экономит здоровье нервы и помогает нашей связи с богом браха вацлаха момент мудрости сколель тора присоединяйтесь к нам facebook youtube и не только